Это знак, который обозначает определенное препятствие, либо стартовый створ. В данном случае эта вешка обозначает стартовый створ, бой между нами и судейским судном. Подготовка к старту – процесс трудоемки, рассказывает Алексей Боровик. Несколько десятков экипажей крутятся буквально на одном пятачке в ожидании, когда судья даст старт. Первыми уходят яхты класса «Луч». Последними стартует оптимисты, их больше всего. Это начинающие спортсмены, многие в спорте, всего пару недель. Почти с десяток таких спортсменов Алексей привез из Иркутска. Иркутянин рассказывает, на соревнованиях в Братск старается приезжать как можно чаще. Здесь можно быстро отточить свое мастерство. Такую резкую смену ветра, как на Братском море, редко где встретишь. И вообще, говорит Алексей, у брачен, среди которых немало признанных лидеров, есть чему поучиться. Ты встречаешься со спортсменом совершенно другого уровня, с другим мировоззрением, с другой точкой зрения, с другим углом. Вот он идет так вот, а нас учили вот так. А если я пойду немножечко по-другому, я усовершенствую себя, я принесу для себя какой-то новый опыт, который бы, допустим, мой тренер или моя тренировка повседневная не принесла бы мне никогда. В итоге за четыре дня иркутяне завоевали золото в соревнованиях лучей двоек, а также стали призерами среди самых скоростных стандартных лучей. Обмен опытом можно считать удашимся. На протяжении нескольких дней у яхт задача одна – пройти дистанции длиной около километра. Регламент соревнований не меняется десятилетия, а вот место проведения в этом году изменили. Географически закрытая акватория подунского яхт-клуба впервые распахнула двери участникам Кубка области по парусному спорту. Здесь от того, что закрытая акватория, нет волны. То есть как бы от волны много зависит. Если вы были на Байкале, там ветра нет, волна есть. Там специфика своя. Здесь есть ветер, волны нет. То есть при любой силе ветра ребята себя чувствуют уверенно. Сезон у яхтсменов в самом разгаре. Впереди у молодых спортсменов несколько городских состязаний и выездов. Ближайшие соревнования пройдут в середине августа в Иркутске. А если позволят финансы, то возможно, братские яхтсмены отправятся и на чемпионат России во Владивосток. Ирина Гапончик, Андрей Васильев. Новости сейчас.